В связи психолог Евгения Порошина. Я рассылку всем сделала. Кто желает, присоединяйтесь. Сегодня поговорим, как работает профессиональный психолог-коуч. Поговорим с точки зрения подхода нейробиолога Джо Диспенза. И со стороны обучения в школе в третью неделю студенты изучают интересный материал по психологии. И вот с этой стороны посмотрим, как работает профессиональный психолог-коуч. И эфир еще назвала так, как меняются бессознательные сценарии. Напоминаю, есть открытые уроки. Могут получить абсолютно все желающие. Возможно, в следующий запуск буду уроки менять, поэтому эти уроки, пожалуйста, получите, изучите. То есть, возможно, потом именно к этим урокам я доступ закрою. Их можно будет только изучать в учебной программе школы. Вот. Так, включаю слайды. Слайды также будут на телеграм-канале. Ссылка в ютубе будет, телеграм-канал. Можете присоединяться. Там слайды тоже по прошедшим эфирам есть. В общем, ссылку дам. И начинаем. Возможно, у меня будет звонок. Я на минутки две отойду. Ну, а потом вернусь. Доставка из Валберис. В общем, итак, в третью неделю студенты изучают в школе, что изучают. Один видеоурок, он длится час. Слайды-шпаргалки, их восемь. Слайды-шпаргалки бесплатно все могут получить в открытых уроках, пока я даю доступ. Получайте, изучайте. Вот, студенты изучают один видеоурок, слайды-шпаргалки, подробные к уроку. И за неделю, всего 9 лекций, час в день студенты могут изучать лекции, ну, более подробно, более расширенно. Я рекомендую принцип активного обучения, то есть каждую лекцию распечатать, подчеркивать фломастером, задавать вопросы в скайп-чате, на практиках. И за 10 недель эта информация усваивается в том числе и после курса, в течение года, двух лет, сколько вам надо, вы возвращаетесь, более глубже понимаете каждую лекцию. О чем эти лекции? Как меняются бессознательные сценарии? Брать лекцию про образы. Внутри у нас, у каждого из нас есть образ папы-мамы. И это ключевые образы, которые влияют на наше восприятие и на наши взаимоотношения с живыми и неживыми объектами. Профессиональный психолог помогает образы родителей сделать адекватными, целостными. И так меняются сценарии. Также есть лекции, как психолог анализирует сны. Тоже интересный материал. Плюс на практиках, в скайп-чате студенты могут выносить свои сны. И за 10 недель тоже формируется навык базово, как профессиональный психолог анализирует сны. Конечно, можно курс пройти для себя. Ну и можно для профессии, как кто выбирает. Дальше. Лекции про мифы, ритуалы, миф про путь героя. Тоже интересная лекция. И как работает психолог, и как меняются сценарии. Клиент начинает свой путь героя. Можно так сказать. Вот как меняются сценарии. Открываю следующий слайд. Когда человек приходит к нам в терапию, либо на курсы, он отправляется в своё путешествие героя. Надо откликнуться на зов, появляются помощники. Потом в этом путешествии героя происходят разные препятствия, сомнения. Герой эти препятствия преодолевает, и он возвращается из путешествия другим. Он получает новый опыт. Меняются ощущения, образы, поведения, эмоции и смыслы, мысли. То есть, в принципе, также меняются сценарии. В работе с профессиональным психологом меняются сценарии на уровне ощущений, образов, поведения, эмоций и смыслов, мыслей. Вот так вот, если коротко. Так, открываю следующий слайд. Вот как меняются сценарии. Если берём нейробиолога Джо Диспенза, все говорят об одном и том же, но только с разной стороны. Вот смотрим, есть семь тел у человека. И примитивные эмоции выживания, когда, вот смотрите на картинку, есть там неуверенность, сомнения, страх. И возвышенные эмоции — это благодарность, любовь, радость. То есть, когда человек ходит к профессиональному психологу, он чаще на высоких вибрациях, можно так сказать. И задача самого психолога — чаще быть в высоких вибрациях. И мы, можно сказать, заражаем клиента собой. И вопрос успешной терапии, кто чьи эмоции перенял. Есть же патологическая матрица, то есть базово по каким-то историям из детства нам привычнее, может быть, чувствовать там тревогу, страх неадекватно, не к месту. И это патологическая матрица, и сценарии не меняются. И за счет работы с профессиональным психологом со временем человек выходит в высокие вибрации. То есть, другие мысли, чувства, ощущения, смыслы, действия. То есть, все пять элементов меняются. Но об этом говорит Джо Диспенза. Это его картинки из его книги «Сам себе плацебо». У студентов в библиотеке есть эта книга «Изучите». Также, кто хочет печатную версию купить или электронную, кто будет эфир смотреть, на Литрес можете зайти. И понятно, это путь. Если берем школу, в школе студенты не только обучение, но идет формат групповой терапии. Бонусом, кто рассматривает для себя формат терапии в группе, пожалуйста, приходите в школу. Новая группа, 17 поток курса, начнет заниматься 30 сентября. Рада видеть всех желающих. Итак, шпаргалка. Вот психика, рассудок, рациональное, творчество, воля. Это находится как верхушка айсберга. Дальше уже сфера подсознания. Там наши рефлексы, восприятие и так далее. Изучите картинку. Психолог может работать глубоко. Не только с верхушкой айсберга, но и глубже. И за счет этого происходит перемена сценариев. Посмотрите на ритмы волновой активности мозга. Профессиональный психолог-коуч. При работе с клиентами мы из бета-состояния мозга переходим в альфа-ритмы. В идеальном варианте этот навык мы тренируем. Вот. Следующая картинка. В третью неделю лекция про сны. Это есть про гамма-ритмы, бета, альфа, тета, дельта и так далее. Но сейчас коротко расскажу, как функционирует наш мозг, на какой частоте. Гамма-ритмы – это когда мы решаем какую-то сложную задачу, и мы сильно сфокусированы. Бета-ритмы – мы делаем какие-то дела, мы сфокусированы, но не как при решении сверхзадачи. Альфа-ритмы – это когда мы закрываем глаза, и мы расслаблены. Тета-ритмы – это когда уже сонливое состояние между сном и бодрствованием. И если вот на этом состоянии производить какие-то техники внушения, когда человек вроде бы засыпает, но еще не спит, и он может это контролировать, вот когда мы спускаемся в дета-ритмы, в дельта-ритмы, очень глубокие происходят внушения. И дальше, так, дельта-ритмы, тета-ритмы – там глубокие внушения, но дельта – это мы уже спим, ну, глубокий сон, и профессиональный психолог находится в состоянии свободно парящего внимания. То есть задача психолога – чаще переходить из бета-ритма в альфа, то есть мы посередине. Что бывает у клиентов? Бывает депрессия альфа-ритма. Когда человек вроде бы закрыл глаза, но не может уснуть, например, то есть он расслаблен, но есть навязчивые мысли, навязчивые чувства по кругу. Это называется депрессия альфа-ритма. Вот. Ну и в работе с профессиональным психологом, конечно, это все прорабатывается, и человек может переключаться. У нас же есть возбуждение, торможение. Приведу метафору, как педальки газа на автомобиле. Мы можем нажать «газ-тормоз», «газ-тормоз» – это баланс. Но если мы в тревоге, постоянно в бета-ритме, организм не может быть постоянно в такой активности, и, конечно, отсюда может быть депрессия, болезни и так далее. Подумайте об этом, поразмышляйте. Будут вопросы в соцсетях, в комментариях к эфиру, также в ютубе задавайте. Комментарии смотрю. Так, если берем научные открытия по квантовой физике и то, о чем говорит нейробиолог Джо Диспенза, когда мы находимся в эмоциях выживания, то есть патологическая матрица, когда, ну, представьте, человек вернулся из Афганистана, и он в обычной жизни, в мирной жизни, когда на него кто-то просто крикнул или не так посмотрел, у него включаются эмоции выживания «бей, беги, сражайся», и он ведет себя неадекватно, как будто как на войне. То есть обстоятельства поменялись, а человек еще не адаптировался к новой ситуации. То есть когда мы чаще находимся в эмоциях выживания не к месту, то мы как материя, которая влияет на материю. Но если мы находимся в высоких вибрациях, то мы как энергия, которая влияет на материю. Это другой уровень, квантовый уровень. И вот картинка, нейробиолог Джо Диспензе об этом говорит, что мы можем влиять, ну, и состояние высоких вибраций. И вот эта картинка по нейробиологу Джо Диспензе и по психологии, как я понимаю, когда меняются сценарии, когда человек становится другой личностью, осваивает новую роль, новые мысли, варианты выбора, поступки, поведения. То есть мысли, чувства, образы, смыслы, ощущения в теле, поведение. Все новое. Но и это вопрос привычки. И человек чаще присутствует в настоящем. Подумайте об этом, поразмышляйте. Если нет вашей активности, значит, пораньше закончим. Так, другой объект выбираю. То есть как меняются сценарии, задача чаще быть в высоких вибрациях, можно так сказать. Картинки показала. И еще открываю картинку про… Сейчас, секунду. Почему-то не открывается. То есть, когда человек хочет выходить на какой-то новый уровень в профессии, в доходах, в жизни, он отправляется в путешествие героя. И с этого путешествия человек возвращается другим. Он в этом путешествии получает новый опыт на уровне ощущений, образов, поведения, эмоций и смысла мыслей. И он возвращается в жизнь уже другим. Если берем профессионального психолога, когда мы, например, только читаем книги, только проходим обучение, важно еще получать реальный опыт работы с клиентами. Но только так можно стать мастером, другого пути нет. И если берем мой курс по психологии, студенты 10 недель проходят обучение и получают новый опыт на уровне ощущений, образов, поведения, эмоций и смысла. И после курса студенты другие. Курс, напоминаю, можно пройти для себя, кто хочет получить навыки профессионального психолога для себя, либо для профессии. Рада вашим вопросам. И недавно был случай, в сообщении мне кто-то писал про бесплатные переписки, консультации. То есть есть манипуляция на жалость. Я человеку ответила, что я консультации бесплатно в переписках не веду. Я провожу консультации в Санкт-Петербурге или онлайн. Стоимость консультации 10 тысяч рублей. длится 90 минут. Пожалуйста, приходите. Бесплатно я провожу эфиры, пишу посты. То есть делюсь много полезной информацией в открытом доступе. Но лично, именно индивидуально, консультации в переписках я не веду. То есть есть определенные госслужбы, где психолог получает зарплату, и туда, да, можно обратиться. Но это не ко мне. Я психолог частной практики. Надеюсь, стало понятно, как работает профессиональный психолог-коуч. Надеюсь, немножко стало понятно, какой учебный материал мы изучаем. в третью неделю в школе. Курс подготовлен для взрослой, осознанной аудитории. То есть курс очень насыщенный. То, что студенты изучают за одну неделю, ну, там, видеоурок, лекции, кто-то это изучает год. Ну, тут право выбора. У всех, ну, разный уровень, как психологической зрелости, разные возможности. То есть, ну, у меня студенты эти материалы изучают за неделю. Вот сейчас покажу, какой материал студенты изучают. Вот. За неделю видеоурок, там суть, выжимка, слайды, шпаргалки. И 8-9 лекций, там, в течение недели можно подробнее изучить. А дальше всё это мы на практике, ну, более глубже проживаем, раскрываем. И уже потом в процессе реальной работы, либо в процессе жизни эта информация глубже-глубже раскрывается. Понятно, кто-то может это годами изучать. То, что у меня студенты изучают за одну неделю. Вот. Ну, тут, кому, какие программы подходят, также подробную программу курса именно по учебным материалам можно изучить. На страничке курса там всё подробно есть. Вот. Будут вопросы по обучению в школе, задавайте, пожалуйста. Также обращайтесь на личные консультации. Ну, платные консультации я провожу онлайн и в Санкт-Петербурге. Обращайтесь, кто привык получать бесплатные консультации в переписках, это не ко мне. Я такими делами не занимаюсь. Рада вашим вопросам в соцсетях, в комментариях, также в Ютубе. пишите и увидимся тогда в следующем эфире. Надеюсь, вы для себя получили какую-то пользу по вашим целям и задачам. Всем хорошей недели и увидимся в следующем эфире. Всем хорошего дня!